Первый за 4 года прямой рейс из Тбилиси этим утром приземлился в Москве. Борт авиакомпании Georgian Airways успешно сел в аэропорту Внуково. О своих впечатлениях, садя с трапа, пассажиры лайнера рассказали нашему телеканалу. Чудесно, замечательно, быстро. Естественно, комфортно. Такие должно быть народы, должны любить друг друга. Желающих прилететь в нашу страну было немало. Больше 80% билетов раскупили в первые же часы. Днем ранее в грузинском аэропорту приземлился российский борт авиакомпании Azimut. Сейчас отменены не только ограничения на полеты между странами, но и визовый режим, который ранее действовал для грузинской стороны. К огромному наплыву туристов сейчас готовятся и российские регионы. Уже сейчас они демонстрируют, что такое настоящее гостеприимство. В Перми проходит форум, посвященный путешествиям в разные уголки нашей страны. И там точно есть на что посмотреть и даже что попробовать. Например, сибирский кофе с настоящей нефтью или осетинский песто, который ничем не уступает итальянскому. Чем еще удивляли на форуме, расскажет Артур Ишпулатов. Вдвое увеличить турпоток на Дальний Восток, построить новые отели на 380 тысяч номеров. Одни из главных целей по развитию внутреннего туризма России до 30-го года. Решить масштабные задачи предлагают молодым специалистам. Правда, эксперты отмечают нехватку кадров. Тех, кто сможет вывести отечественный туризм на новый уровень, ищут в Перми. Здесь проходит форум мастера гостеприимства. Могу смело утверждать, что действительно кадровый голод огромен. В том числе и такими конкурсами восполняем. За звание лучших борются более 120 человек из 42 регионов России. В том числе новых территорий. Конкурс, возможность проявить себя, получить стажировку или работу в крупной компании. Пандемия задала тренд на путешествия. Внутри страны поток отдыхающих нужно не только сохранить, но и приумножить. Наконец-таки наш внутренний турист повернулся лицом к регионам. Он начинает смотреть, и оказывается, что у нас в России столько прекрасных мест. На форуме привлекают туристов в регионы России. В Оренбурже готовы показать красивую природу, рассказать секреты создания пухового платка и провести экскурсии по медеплавильным заводам. В Челябинске предлагают своими глазами увидеть метеорит, который упал в феврале 2013 года. Это уже бренд Южного Урала, и сюда доставили фрагмент болида. Необычное предложение у сибиряков отправиться в нефтяной тур и увидеть, как добывают черное золото. Нефть участники Сибири даже напоили своих коллег. Делаем классический напиток кахучина и добавляем в него нефть, очищенную, с ароматом карамели. Зовут и на уху тоже с нефтью. Мы проводим экскурсии. Люди могут почувствовать себя в роли человека, который добывает нефть, и могут попробовать уху, которая готовится на основе нефти. В Северную Осетию завлекают гастротурами. Для гостей готовят национальные блюда в горах на высоте 3000 метров. Найдут там чем удивить и любители европейской кухни. Наверное, все ели песто, да? Но осетинский песто пробовали итальянцы и сказали, что это совершенно другая история. На форуме предлагают стартапы по улучшению привлекательности регионов. От реконструкции набережных до создания целых природных парков. В каждом субъекте должно быть место, известное на всю страну. Развитие туризма на форуме рассматривают и с экономической точки зрения. Там, где есть спрос, находятся инвесторы для строительства отелей и ресторанов, поставщики продуктов. Востребованными становятся экскурсоводы и музейные работники. Приносят путешествия и положительные эмоции. Туризм – это не бизнес. Туризм – это про передачу своей собственной любви к родной земле. Настоящий туризм – это способность делиться радостью, способность делиться настоящими эмоциями. На площадке форума делятся идеями по поддержке сферы туризма через частное и государственное партнерство. Здесь же власти обещают проработать вопрос субсидий на авиаперелеты в дальние уголки страны. Туроператоры прогнозируют увеличение потока туристов внутри страны в этом году. На 30% традиционно популярными остаются южные курорты, несмотря на закрытые аэропорты в 11 городах. В этом же списке Северо-Запад России и Урал. Но это уже знакомые и полюбившиеся места. Эксперты ждут, когда на карте появятся новые точки притяжения в Сибири и на Дальнем Востоке, которые пока не востребованы из-за дорогих авиабилетов. Артур Ишмулатов, Георгий Бекаури, Артем Афанасьев и Яна Алиева. Известие из Перми специально для РЕН-ТВ.